МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы уже не первый год создаем эту программу, но всегда за кадром остаются люди, которые отвечают за качество товаров и имидж предприятия. Менеджер в области качества. Сегодня это одна из самых востребованных профессий. Работодатели борются за тепломированных специалистов. Где и как познают премудрости этого непростого дела? И насколько сложно грызть такой гранит науки? Узнаем прямо сейчас в эфире программа «Качество». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если о предприятии и его продукции знают во всем мире, то в этом есть заслуга не только талантливых пиарщиков, но и специалистов в области качества. Сфера их деятельности довольно обширна. Стандартизация и метрология. В этих сложных и точных науках они обязаны ориентироваться, как рыба в воде. Они разрабатывают современные системы контроля, дают экспертную оценку произведенным товарам, внедряют новые технологии и проводят осмотр всех измерительных приборов. Будь то полицейские радары, весы в магазинах, счетчики электричества или даже медицинская аппаратура. Их главная задача оптимизировать деятельность и построить процесс таким образом, чтобы в итоге получить качественный продукт, который будет пользоваться спросом у покупателей. Вообще менеджеры по качеству востребованы в любой отрасли. Производство пищевых продуктов и транспорта, образование, медицина. Работают они и в органах государственной власти, где последние годы тоже начали внедрять систему менеджмента качества. Любая компания, которая хочет сертифицировать свою продукцию и улучшить свое положение на рынке, не может опадись без этих специалистов. А первые специалисты в области качества появились еще в древности. Оказывается, люди и тогда старались установить правила, которые помогали создавать одинаково качественную продукцию. Одно из первых упоминаний о подобных стандартах историки обнаружили в летописях 200-х годов до нашей эры. Стандарты применяли еще при строительстве Великой Китайской стены. В средние века эти методы стали применяться все чаще и чаще. С развитием ремесел были установлены единые размеры, ширины ткани и даже требования количеству нитей, и к сырью из которого их производят. На Руси стандартизация начала активно развиваться во времена правления Петра I. Именно по его указам в Москве строили типовые дома и изготавливали орудия по единому калибру. Сейчас стандарты – это объективная экономическая необходимость. В условиях конкуренции с Западом ни одна компания не может опойтись без современных систем менеджмента. Именно поэтому специалисты в области качества настолько востребованы. Когда Россия вошла в международное пространство, то сразу возникла проблема конкуренции. Наши товары должны продаваться за рубежом, конкурировать с хлынувшим потоком европейских, американских, японских производителей. И встал вопрос очень жестко. Они должны быть качественными, иначе их не продашь. Количеством сейчас никого не удивишь, нужно качество. Вот поэтому предприятия хотели они этого или не хотели, обязаны были заботиться о качестве. А для этого нужны были специалисты. Специалистов готовых было мало, их не хватало. Конечно, на каждом заводе существовало отдел контроля качества. Но нужны были люди, которые бы не просто контролировали, а могли бы наладить процесс, целый процесс. И специалисты, которые знали бы современные методики, японские, американские, европейские, как создавать качество. Конкурировать с западными производителями возможно, если компании подтверждают международные стандарты качества. Предприятие, которое хочет освоить зарубежные рынки сбыта, сейчас просто обязано получить специальный сертификат. Что такое ГОСТ и чем он отличается от системы ИСО? Как на производстве распознать бракованные детали? Студентов машиностроительного факультета ЧГУ имени Ульянова этому обучают уже на первых курсах. Больше 10 лет назад в этом ВУЗе была открыта кафедра промышленного менеджмента и сертификация. Кафедра очень необходима, потому что наши специалисты их буквально рвут с руками и ногами. Работают в очень разнообразных отраслях, и на заводах, и в учреждениях. Многие из них создают собственные фирмы. Вот у нас в «Лебоксар», в том числе и наши специалисты, приходя на предприятия, выпускники, у них уже способ мышления другой. Они приходят, нам об этом рассказывали руководители предприятий, учреждения, приходят и начинают работать с того, что говорят, мы хотим посмотреть весь процесс, чтобы его оценить. Не просто сесть за стол и писать свою бумажку, а мы хотим посмотреть весь процесс. И вот потом на этой базе строить такую логическую схему, как этим процессом управлять, что там искать, какие несоответствия, как их исправлять, используя специалистов, используя профессионалов. Но они просто знают, как организовать этот процесс. Линейки с электронными датчиками, специальные микроскопы, профилометры, цифровые циркули. С точно такой же аппаратурой студенты будут работать и на реальном производстве. А пока в лаборатории университета они познают азы своей профессии. К примеру, вот так здесь обучают проверять исправность измерительных приборов. Это очень важный процесс. Если заводская техника не проходит подобные тесты у специалистов, метрологов, то потом она может работать с большой погрешностью. А вот так студенты проверяют качество уже произведенных деталей. К примеру, с помощью этого прибора возможно определить шероховатость поверхности изделия. Совсем недавно у нас была приобретена новая модель профилометра, цифровая модель, которая позволяет на экране наблюдать все отклонения профиля неровности деталей. В реальных заводских лабораториях они будут проводить поверку, калибровку средств измерений, контролировать годность деталей. И поэтому все оборудование, которое здесь представлено, нацелено на то, чтобы подготовить их к этому процессу. В частности, у нас есть оборудование для контроля гладких силиндрических деталей. Это калибры, калибры скобы, калибры пробки, также средства измерения. А вот таким нехитрым способом студентов лаборатории обучают проверять качество резьбы. Если один координат с инструмента, который называется калибр, свободно вкручивается в гайку, а второй нет, то деталь годна к использованию. Но обучают будущих специалистов в области качества не только в лаборатории факультета. Практику они проходят на заводах. Хотя, признаются студенты, грызть такой гранит науки невероятно сложно. В этой профессии преуспевают не только те, кто отлично разбирается в современных технологиях, но и в экономических тенденциях. Ну, учиться сложно, если честно. Я не ожидал, что так сложно будет. Но если привыкнуть, то учиться можно. А профессия? Профессии в наше время такие, мне кажется, ценятся, тоже с качеством. В основном с этим был связан мой выбор моей такой специальности. А вот такое количество литературы в течение пяти лет прочитывает будущий специалист в области качества. Студентам этого факультета просто необходимо проштудировать всевозможные справочники металиста, конструктора, машиностроителя и другие учебники. Хотя и познают студенты этого факультета азы технической отрасли, но работают они не только в сфере промышленности. Здесь их стараются обучать по универсальной системе, которая возможно применять в любой области. Портрет будущего менеджера по качеству составили работодатели. Это человек с высшим техническим образованием, который отлично владеет иностранными языками, знает стандарты ИСО и российское законодательство. Темы дипломов в проектах и сами дипломы в проектах наших студентов разбросаны по всем областям. Конечно, в первую очередь мы ориентируемся на заводы, на производство. У нас есть, например, тема, когда студенты разрабатывали систему менеджмента качества дома отдыха или систему менеджмента качества на химическом предприятии. И получив вот эти знания, как правило, ребята там и остаются, их приглашают. Когда видят, что они владеют современной методикой, могут дать пользу предприятию, и их туда и приглашают потом работать. Конечно, инициаторами и такими специалистами, которые двигают эту тему в любой организации, являются менеджеры по качеству и так далее. То есть, выпускники соответствующих вузов, которые имеют какое-то базовое знание в этой области. Но мало просто получить базовое образование вузовское, потому что каждая организация, каждое предприятие имеет свою специфику, имеет свои нюансы, и их тоже нужно изучать. Даже получив базовое образование, нигде нет гарантии, что вы тут же стали хорошим специалистом в области качества. Значит, если мы говорим о специалистах на предприятиях, то это как бы одного уровня специалиста. Есть еще аудиторы по сертификации, да, то есть это совершенно другого уровня специалисты. И степень подготовки у них разная. То есть специалист по качеству, он охватывает все с начала поступления каких-то комплектующих на предприятиях, любых расходников, да, значит, до выпуска готовой продукции. Он должен прекрасно понимать всю эту схему и знать те критические точки, в которых может возникнуть брак, какая-то несоответствующая продукция, либо услуга, либо работа, и по возможности предупредить предупредить возникновение этого несоответствия. Кто-то создает, а кто-то контролирует. Насколько эффективно на заводах и в частных организациях работают системы менеджмента качества, оценивают опытные эксперты. Чтобы заручиться таким сертификатом, они проходят специальные курсы. Только одного диплома о высшем образовании аудиторам недостаточно. Требования к ним предъявляют самые серьезные. После получения специализированного образования ему необходимо пройти стажировки в качестве наблюдателя в аудитах, то есть он принимает участие. Ну и, конечно, он не имеет своего слова в комиссии, но при этом наблюдает, как проводится, как организован аудит, как его правильно провести, как правильно сделать выводы, как правильно сделать замечания, чтобы они привели действительно к улучшениям. Значит, он наблюдает, и, значит, он должен иметь не менее 20 законченных аудита дней в качестве стажера по сертификации желательно. Ну, он может участвовать и в инспекционных аудитах. После того, как он имеет эту, так скажем, практическую часть свою, да, он должен еще и подать документы для регистрации в качестве эксперта. Для того, чтобы стать внешним экспертом, необходимо соответствовать требованиям нормативного документа 19.0.11. Для этого необходимо пройти обучение. Есть у нас курсы, которые проводятся Роскредитацией, Ростехрегулированием в Москве. Вот в 2011 году я там прошла обучение, и ацетат, который при этом удается, да, то есть свидетельство о компетентности эксперта, он действует в течение трех лет. В течение трех лет я имею право привлекаться в качестве внешнего эксперта при проведении аудитов именно на соответствии требуемой системы нашего качества, то есть стандартов со середины тысячи один. Наша система все-таки добровольная, мы не надзорные органы какие-то, да, недостаточно выдвигать какие-то приписания тем организациям, да, которые у нас сертифицированы, мы еще должны грамотно дать им рекомендации какие-то. Для того, чтобы дать правильную рекомендацию, мы либо, как в нашей, если области есть, то или иной, ну, именно, то мы привлекаем еще и технических экспертов. Эксперты этой компании знают лучше всего, как на предприятиях республики внедряют современные стандарты качества. Сертификаты сейчас получают не только заводы. Эти документы выдают медицинским учреждениям, учебным заведениям и даже районным администрациям. А пока есть спрос, необходимы и квалифицированные специалисты. Готовить их в Чувашии начинают уже со школьной скамьи. Будущие специалисты в области качества колесят по школам республики, чтобы рассказать о плюсах своей профессии. К детям они приезжают не только с лекциями, но и с целым багажом веселых конкурсов. Вот так их участники оценивают качество обычных салфеток. В одной из упаковок их оказалось меньше, чем указано на этикетке. А этой команде не понравился запах бумаги. Работу производителя школьники забраковали. Качество салфетки. Салфетка однослойная, не мягкая, жесткая, легко впитывает. Испытали на себе школьники и работу экспертов в области качества. Им доверили оценивать характеристики обычного рюкзака. Детям был важен его внешний вид, цена и размер. У любого предмета есть множество характеристик, но для себя мы выбираем более важное. Польза таких уроков неоспорима. А если дети начнут разбираться в вопросах качества уже за школьность КАМГИ, то в будущем из них вырастут неплохие специалисты. Подобные игры студенты машиностроительного факультета проводят на протяжении вот уже 9 лет. Говорят, что не раз именно после этих уроков ученики поступали в ЧГУ. И теперь они разрабатывают стандарты качества в престижных фирмах. В частности, из этой школы в прошлом году было 3 выпускника. Мы ими очень довольны и гордимся. Некоторые из них, вот одна девочка работает в Москве в системе качества, а работает в Домодедовом. Буквально прошлогодняя выпускница. А, ну то есть начиналось все с уроков? Да, начиналось все с уроков, вот с этой школы. Эти деловые игры в области качества несут элементы качества в молодое подрастающее поколение. На самом деле это очень важно, потому что задумываться о качестве мы начинаем с малых лет. Мы являемся все потребителями. Существует много законов. Законодательство постоянно меняется, и в том числе в бытовом нашем уровне, ну и, понятно, в производственном плане тоже. Я думаю, мы несем очень большую нагрузку, смысловую для детей. Проходит все в легкой игровой форме. Я думаю, дети очень рады. Проводят у нас еженедельные собрания. На них мы решаем вопросы качества и также придумываем концепции новых игр. В будущем, уверены эксперты, эта профессия останется такой же востребованной, как и сейчас. На смену нынешним придут новые стандарты качества. Без специалистов, которые их разрабатывают и ставят на поток предприятиям. Будет невозможно обойтись. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok